И последние кировчан признали лучшими на международном конкурсе в Болгарии. Школа театра современного танца «Вечное движение» завоевала гран-при на фестивале эстрадно-циркового искусства. Танцевальные работы коллектива поразили и судьи, и участников. Тем не менее, одержать победу было нелегко. Как все прошло, расскажет Андрей Дозорцев. Поздравляем! Поздравляем! Они приехали с победой, и кажется в том, что это будет, не было сомнений. У школы театра «Вечное движение». Позади 8 международных конкурсов и столько же гран-при. Однако выступление в Болгарии кировчане запомнят как что-то выдающееся. Ведь они первый раз участвовали в фестивале циркового и эстрадного искусства. В городе Варна их ждала не сцена, а манеж. Очень важно было, чтобы каждый ребенок почувствовал вот это пространство, вот этот круг, где нет ни супера, где нет аванс-сцены, где нет кулис и так далее. Для нашего коллектива это было впервые. Это было чрезвычайно сложно. Художественный руководитель и политмейстер, постановщик школы, до сих пор под впечатлением от этой волнительной поездки. С улыбкой вспоминает, как ученики преодолевали трудности цирковой арены, как мешал участникам ковер, и как пришлось собраться и мобилизовать все силы. Когда пошел танцевать коллектив почти 45 человек, и весь этот настил начал проявляться в заломах, и нужно было просто буквально рискуя вообще падением, какими-то манипуляциями ногой исправить этот пол, наши танцовщицы с этим справились. Шесть сложных танцев в разных номинациях, в трех возрастных группах. Школа-театр «Вечное движение» показала танцевальные работы самых разных направлений, и «Восточное движение», и пышный бразильский карнавал. Карнавальная самба, бразильский танец, ну это, сами понимаете, это жаркая Бразилия, это карнавал, это яркие цвета, это различные шикарные костюмы. Естественно, это поразило жюри, потому что это были настолько шикарные костюмы, во-первых, они удивлены были, как мы такой багаж привезли через столько тысяч километров. За каждый танец на этом международном конкурсе мы получили первую премию, каждый танец был оценен как авторские работы. Их соперниками стали коллективы из России и стран ближнего зарубежья. Им противостояли жонглеры, гимнасты, акробаты. Необходимо было показать все, на что способны, и даже больше. И они это показали. Результат – гран-при. Мы личностно были все ориентированы только на победу, потому что это был девятый международный конкурс, и нам очень хотелось подтвердить свою состоятельность, подтвердить свою степень и категорию звания лучшего коллектива страны. Художественный руководитель вспоминает и непростое возвращение домой, как просили помощи у кировских железнодорожников из-за неожиданных транспортных проблем. В итоге удалось преодолеть все сложности. Главная цель поездки – высшая награда конкурса. Общими усилиями была достигнута. Андрей Дозорцев, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.